Всем привет, друзья! Сегодня мы будем отвечать на интересные вопросы, которые вы задавали в комментариях. При этом я буду готовить еду, потому что я проголодался, и мы решили совместить приятное с полезным. У нас куча продуктов, я думаю, вы догадываетесь, что это и кто это. Ты мне будешь помогать? Я буду задавать тебе вопросы тогда. Не, ну как? Я буду говорить, нарежь, порежь, положи, и в итоге, типа, я приготовлю. А так мой дед свое имя готовит. Борщ, и бабушка режет, он готовит. Давай сначала мы ответим с тобой на первый вопрос. Что? Да, так мужчина все и достает. Какая-то, с этой столицы потом хом смахнул один раз, и нормально. И первый вопрос. Почему вы выбрали Дубай, а не Турцию, как все? Как все, это как кто? Я не знаю, кто все выбирает Турцию, я не вижу... Хотя, возможно, для отдыха. Ну, потому что именно для отдыха мне нужна все равно цивилизация. Мне тяжело в таких местах, как на Мальдивах, когда мы ездили... Но Турция, это не Мальдивы, там есть цивилизация. Все равно, это знаешь, это посередине между Дубаи... Но Турция бывает разная, не знаю. Но у всех Турция ассоциируется это у моря полежать, не погулять по торговым центрам. Ну, да, наверное. Только Стамбул отлично подходит, чтобы погулять по торговым центрам. Но, возможно, конечно, здесь есть вопрос, почему мы купили квартиру в Дубае, а не в Турции. Потому что в Турции тоже одно время был бумба в покупке квартиры. В Турции невероятно нестабильная валюта. Я устал от одной нестабильной валюты, я не хочу еще к другой приезжать. И за... Понимаете, казалось, ну какая тебе разница, купил квартиру там за доллары. Но это начнется проблема квартплаты, аренды, все будет каждый раз перерасчеты в разной валюте. В Дубае очень стабильная валюта, она привязана к доллару, так же, как примерно USDT привязана к доллару. И поэтому пока что окей. Но еще, мне кажется, в Дубае немножко безопаснее, чем в Турции. Турция все равно старается вступать в какие-то военные союзы. Ну, митинги даже проходили сейчас за Израилем. Да, а у нее есть какие-то соперники, конкуренты. Что все называют Дубай, а не ОАЭ? Я не знаю, почему-то для всех, мне кажется, нет такой стороны, как ОАЭ, а страна Дубай. Пока Алина готовит следующие вопросы, я хочу сказать, что мы приготовим один будет двойной бургер, для меня мужицкий такой. Второй будет куриный, мы ни разу не пробовали делать куриный бургер, потому что вообще по-хорошему надо из фарша, но мы хотим сделать, как его делают в KFC, когда филе режут тоненькое. Типа как индейка, только курица, да? Такие стейки из курицы. Какие аниме смотрите, смотрели? Честно, мы прям смотрели-смотрели, это Атака Титанов, она закончилась, и мне безумно понравилось, Алине тоже, мы даже пытались маму ее подсадить. Мама сказала, что это такое. Если честно, очень актуальный фильм, он чем-то напоминает Германию до Второй мировой войны, да? Чем-то местами даже нынешнюю ситуацию в мире очень актуально, классно снята, ну и концовка такая вот прям, я, кстати, догадался о концовке, плюс-минус сразу. Ну да, Максим еще вначале серийск просил, не будем спойлерить, что? Я сказала, что скорее всего. Не, ну да, я угадал. А так, сейчас мы смотрим, нам все советовали, даже поисковики, тетрадь смерти. Даня очень советовал. Даня очень советовал, да, меня, кстати, спрашивали, почему я с Даней не седьмой ролики, потому что он в Австрии учится. А мне здесь спрашивали, так у Даня дела в Австралии. В Австралии. Давай, как ему сообщить, что не в Австралии, а в Австрии. Это ты так вы нарезала? Да, мы сделаем такие кусочки, отобьем и посыпем специями. И будет такая с корочкой слегка. Максим, где, по твоему мнению, лучшие кальяны? У Алины. Нет, помимо моего заведения, кальяны у Алины. Ты можешь вспомнить, когда в последний раз ходили в кальяны? Ну, наверное, в нашем доме мы ходили как-то раз. Нет, мы ходили в Москве, когда были. Да, точно. Ну, вот там, как тебе кальяны, там было много раз, кстати. Не очень, честно, да. Такое не люблю. Ну, лучше кальяны у меня. Нет, без сомнений, потому что ты покупаешь табак, который я люблю, ты забьешь, как я люблю. Но самое интересное, что я не курю кальяны, поэтому я не знаю, что я тебя забиваю. В этом там вся загвоздка-то. Кстати, очень много вопросов было о том, где мы будем и с кем праздновать Новый год. Я не знаю, почему люди так серьезно к этому относятся. Мы вообще никогда не задумываемся над этим. И вот в прошлом году мы просто были втроем. Максим, я, Иви и все. И в этом году, я думаю, так же мы никуда не собираемся ехать. Я думаю, заказать кучу вкусной еды, прям кучу, знаешь, чтобы не съесть и все выбросить. Вот прям настолько кучу. И скачать несколько фильмов каких-нибудь клевых. У меня есть прям на новогодние праздники план по играм. Даже так? Да, да. Я хочу Призрак Сусимы пройти, я хочу Mass Effect перебройти, желательно. И я хочу осилить всю трилогию. Я первые две части проходил три раза. Вот. А я где там буду, хочу уточнить. Хотел сказать, что пойти с женой где-то покататься на горках, но потом вспомнил, что мы живем в Краснодаре, и здесь максимум жопой погрязь. И только поэтому мы никуда вместе не пойдем. Смотри, какой идеальный слайс, а? Ну, потому что уже руку набил, как шеф-повар. Татушки. Максим, вопрос на засыпку. За сколько ты готов сбрить бороду? А цель сбрить бороду или это рекламная компания? Ну, рекламная компания, или вот как стримеры предлагали там сбрить волосы, ты бороду. Вот какая цена бороды минимальная? Для молстроя? Лямчик. Так, для рекламы. Ну, тоже. Лучшие бритвы какой-нибудь там, браун, я не знаю. У нас были переговоры, но я заламывал цену, пока что никто не согласился. Потому что без бороды меня не видели даже нормально. Ну, полностью гладко, мне кажется, нет. Я сама уже тебя так не помню. Ну, какая цена? Сколько? Ну, минимум хотя бы. Трица. Так, ребят, скидываемся, донаты сюда, собираем, и Максим сбреет тебе бороду. Желательно криптой. Когда вы поедете к Даниле? Мы к нему не поедем. После Нового года мы с ним планируем встретиться в Турции или в Армении, пока мы им выбрали где. Мы хотим там вместе погулять, потусить. В Австрию лететь пока не хочу, потому что проблемы с визой. Ну, а сюда он приезжать тоже особо как бы пока не хочет. Ну, а я не буду с ним встречаться, потому что надо, чтобы кто-то с Иви остался. Да. Ну, ты вообще хотел Даню встретить? Соскучился, скажи честно. Если честно, ты знаешь, что такой человек, что... Не скучает ни по кому. Да, я не скучаю ни по кому. Мне хочется с людьми пообщаться, но мне хватает и не личного общения, да? То есть я могу вот в Дискорде с Ваней посидеть, например, мне это комфортно. Да. И с Даней, типа, если я захочу, ну, мы иногда же по телефону друг друга слышим. Но обычно он там про девочек рассказывает, а мне уже девочке неинтересно, возраст не тот. Что после Дубая? Считаешь, что ты добился всего, чего хотел? Нет. Мне кажется, ты... Я не добьюсь того, чего хотел в этой жизни уже вряд ли. Почему это? Ты хотел найти другую жену? Нет. А тогда в чем проблема? Ну, я хотел бы, конечно, кататься на Макларенах. И, знаешь, я всегда... У тебя только 30 лет. У тебя еще есть шансы. В нашем мире без помощи и везения в 30 лет, если ты не успел, то, скорее всего, уже и не успеешь. А вдруг какой-то стартап у тебя появится и залетишь вообще, а не я? Нет? Не веришь? Я буду пытаться, но, типа... Мне кажется, рано 30 лет ставить точку, типа, чтобы все везде не успеется. Я не говорю ставить точку, но просто до определенного уровня уже очень сложно будет расти. Если ты не успел, грубо говоря, заработать 20 миллионов долларов к 30, то тебе уже будет сложно миллиард к 40. Как с подписчиками? Самое сложное набрать первую тысячу. Да. 100 тысяч просто. У меня так было, да? И так же с деньгами. Если ты рано не набрал определенную сумму, то и дальше будет сложнее. Ну, я считаю, что все еще важно. Потому что начинается ком. Ком. Когда ты молодой, тебе меньше на лекарства, на лечение. А после 30 лет все болит. Меньше отдыха, у тебя там меньше обязанностей. И поэтому, если ты ошибся, ты споткнулся, ты можешь, хоп, перевернулся и пошел дальше. Сейчас, например, я понимаю, что я не могу рискнуть всем. То есть я не могу сейчас пойти, открываю одежды бренд на все деньги. Потому что, ну, типа, у меня обязанности. Максим, вопрос, думаю, точно тебе. Заслуженно ли Месси получил золотой мяч? Почему не Холланд? Я считаю, что золотой мяч неправильно вообще структурирован. Должны быть критерии. Мы до сих пор, кто-нибудь понял, что важнее, трофеи или голы? Голы или трофеи? Потому что каждый раз, когда кто-то побеждает, все начинают оправдывать одним или вторым термином. Но никто не решился. Потому что, если трофеи, тогда почему Шнайдер не победил? Ну, да, типа. Ну, простой пример, такой самый баянистый. Если мы говорим про перформансы, ну, тогда почему Лёва не победил? Очень много вопросов. Ну, ты бы кому отдал золотой мяч? Холланд. Ну, типа, я не знаю, что можно сделать больше, чем выиграть три самых, ну, кроме Чемпионата Мира, крутых турнира. Ну, вот Чемпионат Мира на выиграть. Крутым лучшим бомбардиром, ну, я не знаю. Ну, понятно, что у Холланд еще все впереди. Ну, типа, и тоже уже какой там, восьмой, девятый, десятый месяц давать уже ему не надо. Типа, ну, камон. Ну, чтобы Роналду бы отдали. Не, да и Роналду нафиг не надо. Вообще тупо. Сделайте, что дали три раза награду. Все, лесом, типа, хорош. Мне кажется, да, из-за этого они видят других игроков. А при этом, типа, а президента на второй срок пересбирать плохо. Месси, получается, уже на третий срок пошел, вы понимаете? Это диктатура. У нас технические неполадки. Банка не открывается, а я в тренажерку не хожу. О, да, мужик. Предлагали ли вам пойти на интервью? Мне никто не предлагал. Ты бы пошла? На интервью, да, конечно. Кому? Из всех вас вариантов было бы? Да. Ну, не знаю, смотря о чем мы говорили. Я уже говорил, отвечал на подобный вопрос, я бы сходил на подкаст, наверное. Ну, например, вот сейчас вписка, у многих таких известных берут интервью, пошел бы к ним? Ну, во-первых, вписка должна прийти к тебе, потому что, типа, не я их снимаю, да? Ну, да, имеется в виду, а если бы не предложили, ты согласился? Да, наверное. Кто еще? Вот Фидос снимал с Миллера, приедет к тебе в Краснодар. Ты снял бы с ним? Я с Фидосом, у меня даже общих контактов с ним нету, поэтому очень вряд ли. Ну, и тоже... Но все равно он будет задавать тебе вопросы. Там будут одни вопросы, промкал, что мне безумно неинтересно. Не знаю, давай закинем котлетки? Да, кидай. Вопрос ко мне. Сколько примерно тратишь денег на одежду после ухода в бренды? Если честно, намного, намного меньше. Я вообще сейчас сократила свои очень сильно расходы и... Ты заметил, кстати, это? Да. Что я меньше трачу и меньше покупаю одежды? Во-первых, потому что ассортимент, мягко говоря, не очень. А те российские бренды, которые остались, такую цену ставят, что мне просто жалко отдавать деньги. Во-вторых, мы сейчас, как бы, купили квартиру и выплачиваем деньги, поэтому, как бы, я тоже считаю, что должна внести какую-то лепту, хоть немного денег своих заработанных в покупку. Нам до конца этого года нужно еще 150 тысяч долларов, даже чуть больше. Да, вот я не буду покупать, и мы накопим эти деньги. Максим, что с футбольными челленджами, куда они пропали? Я уезжал. Я был в Дубае, если вы не знали, месяц практически. Сейчас вернулся, наверстываю упущенное, плюс сезон Тифы новый. Я планирую, честно скажу, вот спойлер, мы на следующий день хотим с Алиной поехать на поле, потому что ролики с ней, как ни странно, набирают больше, чем с футболистами. Какие предметы хорошо знали, а какие не очень в школе? Какие были любимые? Я хорошо знала историю, географию и, наверное, все. Плохо очень знала, of course, английский язык и геометрию. Это мой самый нелюбимый предмет, даже английский любила больше, чем геометрию. Математика. Класса до восьмого я был гением. Прям реально, не побоюсь этого слова, но потом я забил болт и понял, что такое классные игры есть. Английский, я знал его местами лучше, чем учительница, хотя учительница у нас была классной, вот базара ноль. И я знал информатику хорошо, потому что был невероятно интересный учитель, я бы сам это не стал учить, типа программирование, мне все неинтересно, но учитель был классный, прям. Вот воспоминание из школы, что у нас была англичанка, информатичка офигительная. Сколько времени Максим проводит в играх, не считая игру под запись? Блин, если честно, мне кажется, очень много, потому что, во-первых, иногда он ролики некоторые снимают долго, там по 5-6 часов. Во-вторых, он расслабляется тоже в играх, поэтому складывается впечатление, что он всегда сидит за своим столом игровым и там играет. То есть, мне кажется, если он просыпается условно в 10, то уходит он оттуда в 12, час перерыва было, считайте сами. Какие игры вы играете вместе? Слушайте, у нас тут появилась новая любовь, точнее, даже у меня, это игра New World. Мы когда-то играли в нее года полтора назад, когда она вышла, потом забили, сейчас новая волна. Во-первых, это ММО-игра, полный открытый мир, мне очень нравится. В некоторых моментах я даже обогнала Максима по показателям, там, добычи чего-то, чем я очень горжусь. Это реально очень успокаивает и затягивает. И Максим даже променял сейчас Destiny на New World и вместе со мной играет, и вместе качаемся. Знаете, как в мемчиках, если там обычно пары ругаются, что парень много играет, мы же вместе сидим и играем. Интересный вопрос, кстати. Назовите несколько причин за и против рождения детей. О, опасненько. Давай, по три. Из плюсов. Дети это радость. Плюс, ну счастье. Продолжение себя. Второе продолжение себя. В-третьих, больше плюсов у детей нет. В-третьих, мне кажется, прикольно к чему-то обучить новому, вот прям чистый лист. И это как будто квест-челлендж, и мне очень интересно этим заняться. Ты поддерживаешь? Я поддерживаю, но я не поддерживаю то, когда своим интересом начинают ребенку прививать. То есть он должен сам. Если ты будешь футболистом, надо делать футболиста. Теперь минусы наши. Ну, во-первых, это очень энергозатратно. Дорого. Во-вторых, это очень дорого. В-третьих, мне кажется, что больше всего меня пугает, и почему пока я сама не сильно хочу детей, ты больше не принадлежишь себе совершенно. То есть на первом месте в любом случае будет ребенок, потому что он пока немощный, он не может ничего сделать, он маленький. И поэтому ты за него полностью отвечаешь, то есть у тебя будет голова, ты все равно должен идти к нему и там взять на ручку, потому что он плачет, ему неинтересно. Смотри, ну красиво. Слушай, зачем нам вообще ресторан и съесть ты? Не, не знаю. Правда, у меня продуктов переводится, я почему-то сыра нарезал в пять раз больше. Это на мой бург, сейчас я буду тебя готовить. Ну и могу сказать вам свой минус. Ну, он связан с финансами, потому что я уже говорил много раз, я хочу дать своему ребенку хорошее будущее. Не мажорское, как у нас это принято, а так, чтобы он мог посмотреть и попробовать мир, чтобы понять, что ему нравится. Как получилось у меня, и спасибо за это огромной маме. Огромный минус для нас, потому что, как Алина сказала, это энергозатратно. И если я начну много энергии отдавать еще куда-то, я понимаю, что мой канал просядет с этого, а это мои деньги, это моя работа. Это знаете, как не все спортсменки во время карьеры могут позволить себе родить ребенка. Они рожают после карьеры. Например, ну, представим, футболисток, да, и также здесь у меня получается, что я сейчас пока, грубо говоря, мне еще нет 40-50 лет, и я могу снимать активно, двигаться. Если у меня будет ребенок, он высосет из меня энергию, это происходит практически со всеми. И я потеряю еще и финансовый. Но не боишься, что мои часики тикают? Что в любом случае, чем позже ты рожаешь, тем это хуже для здоровья ребенка? Нет. Я не думаю, что сейчас уже типа 20 или 40 лет имеет большую разницу. Может быть разница в понимании ребенка, потому что время другое, но если мы будем оставаться таким же классным, то мы будем на одной волне. Красиво сказал. По окончанию строительства квартиры вы собираете ее сдавать или будете переезжать в нее, которую, если вы говорите про Дубай, могу сразу сказать, эту мы сдавать точно не будем. Не хочу, чтобы никто здесь не трогал, никто не ходил. Это прям любименькая, это моя первая прям любименькая. Первенец. Да. Дубай мы туда точно поедем, попробуем пожить. Как минимум перезимуем, я думаю, с кайфом. А дальше будем смотреть, потому что это для нас незнакомый город. Я опять еще раз повторюсь, это инвестиция. Это хорошая инвестиция, но пожить нам, как минимум, попробовать ничего не мешает. Я думаю, это будет даже интересно вам посмотреть. Какой контакт изменил бы решение Эва пойти в медиакоманду? Может в течение года закрыть ипотеку в Дубае? Я в течение года, во-первых, у меня нет ипотеки. Во-вторых, в течение года я все получу свою квартиру, даже уже меньше. Да, получается, по идее, в идеале, через 360 дней мы уже можем заходить в свою квартиру. А у них такие большие контракты? У них, ну, они там платят, ну, премки у них 200-100 тысяч. Это очень мало для квартиры в Дубае, очень мало. Ну, давайте так, 10 миллионов и я один сезон отыграю. Тут я на меня жаловался, что ему квартиру не хотели оплачивать, а ты предлагаешь 10 миллионов? Да, 10 миллионов. Я, ну, типа, это шутка, конечно, никто мне платить не будет, но я в шутку поэтому бросаю. Ну, ты поехал бы за 10 миллионов, реально? Пришлось бы похудеть килограммов на 15, ну да. Вопрос, хотели бы кошку или вторую собаку? У меня смертельная аллергия на кошек, спасибо, бро. Ну, по поводу второй собаки, во-первых, у нас есть одна Иви, она очень однолюбка, а во-вторых, перевезти собаку в Дубае стоит 2000 долларов, двоих, боюсь, мы не потянем. Почему ты полюбил Алину? Мы знаем, что она прекрасна. Самое, что интересно, это она сама вопросы выбирала, поэтому она просто на комплимент нарывается. Она как спалила меня. Ну, я не могу сказать то, что произошло на третьем свидании. Это один из плюсов, да? Но я могу сказать, что ты безумно добрая, и я не видел таких людей добрых, как ты. Искренне добрых. То есть тебе жалко всех, и ты заботишься о всех, даже о тех людях, которым бы я руку не стал жать. Вот поэтому, наверное, мне не хватало немножко. Вот видите, говоришь ей комплимент, она жопой к тебе повернулась. Идем дальше. Так я готовлю же. Интересно, давай, в какой бы европейской стране ты хотела бы жить, если бы, например, мы покупали там квартиру, и было бы без проблем, и мог бы туда приехать. Я думаю, это Испания. Или Португалия, да. Давай в Испании там команда получше. Реал Мадрид. Я поддерживаю. Будут ли еще ролики про рабочее место Максима? У меня была идея все переделать на один стол, который поднимается. Шо опять? Шо опять, да. Но я пока что решил оставить все как есть, потому что, ну реально, мне скоро делать его в Дубае. Да, надеюсь. И там я хочу сделать уже, финально, знаешь, до пенсии. И компьютер новый купить. И у меня компьютер с открытия канала. Я все откладывал, откладывал. Сначала сюда куплю, потом в Дубае. Судя по всему, уже на Марс буду покупать. Хочу компьютер себе. С 400, нет, с 5085. Твои любимые части FIFA или PES? PES это 2005. Просто даже ради... Я когда вижу эту обложку... Да. У меня привстает. Это нормально. У всех, я думаю, так. А FIFA самая любимая... Ну вот, чемпионат мира. Где-то около чемпионата мира. Вот те паки, когда там было реально интересно открывать. Геймплей не в одну сторону. Вот где-то 18-й год. Мне не терпится попробовать, что у меня самого получилось. Сыр потел. Надо было верхний ломтик больше закинуть. Приятного аппетита. Спасибо. Надеюсь, вы тоже взяли что-нибудь вкусненькое. У вас хороший четверг. Скоро выходные. Поэтому напасайте сил. У меня уезжает курица, как KFC. Я понимаю теперь почему. По-любому кто-то напишет. Эти котлетки, если что, уже соленые. Они прям, я бы сказал, что даже слишком соленые. Я бы соуса больше напихал. Ну, кстати, у меня получилась идеальная курица. Не сухая? Такая приятненькая. Курица идеальная курица. И земельного сбора. И цены на визу, переезда, оформление банковского счета, комиссии, крипты. Поэтому контракта медиалиги нам не хватит. Да, простите. Мне надо сразу в РПЛ. Желательно в Зенит. Газпром. Лучшая компания. Распонсируйте меня. Хотя, если без темы, меня сейчас зовут в Дубае. В Абу-Даби. В Абу-Даби. Один из больших брендов. Мы же с Алиной идем кушать. Я специально делал двойной бургер, чтобы мог покормить. Иве. Вам, друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился такой непонятный формат. Типа эксперты болтают и готовят на кухне. Если хотите больше, поставьте Лука. Подписывайтесь на канал. Ну и оставайтесь с нами на пару веселей и вкусней. Пока-пока. Пока. А будет рубрика обмен бургерами? Нет.